Здравствуйте! В эфире программа «Деловая неделя». Здесь мы подводим итоги минувшей пятидневки, обсуждаем основные события политики, экономики и бизнеса региона и города. Сегодня в программе. Крупные проекты и важные соглашения. Международный экономический форум в Санкт-Петербурге стал наиболее успешным для нашего региона за всю историю. Диалог с властью есть, но понимания нет. Жители поселка Западный 1 больше 10 лет добиваются, чтобы их дома подключили к центральному водоснабжению и сделали канализацию. Минфин предложил установить пять ступеней в шкале ставок НДФЛ. О плюсах и минусах в грядущих налоговых изменениях мы поговорим с экспертом. Более 120 миллиардов рублей инвестиций. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подвел итоги работы делегации региона на международном экономическом форуме, который прошел в Санкт-Петербурге. Как сообщает пресс-служба губернатора, Текслер отметил, что для региона этот форум стал наиболее успешным за всю историю. Было подписано больше 20 соглашений с конкретными обязательствами. Все подписанные соглашения оцениваются в 120 миллиардов рублей инвестиций в регион. Глава региона привел в пример конкретные проекты. Среди них логистический комплекс «Вайлборис». Строительство начнется совсем скоро. Это около 9 тысяч рабочих мест и большой объем возможностей для нашего малого и среднего бизнеса. Еще один проект, направленный на развитие туристического потенциала региона. Совместно с инвесторами корпорации «Туризм РФ» правительство Челябинской области ставит задачу сделать Аджи-Гордак в Оршинском районе одним из лучших горнолыжных курортов страны. Соглашение в сфере развития агропромышленного комплекса. Там были подписаны контракты, в том числе по строительству новой макаронной фабрики, новых птицеводческих и животноводческих комплексов. Это вопросы продовольственной безопасности, ключевые для страны и развития сельского хозяйства. А также целый ряд соглашений в сфере промышленности и IT-сектора. Самое главное, что мы видим, большой интерес к инвесторам Челябинской области, ведь регион действительно бурно развивается. А в объявленном сегодня рейтинге инвест привлекательности регионов Челябинской области вошла в десятку. Это тоже шаг вперед, будем продолжать эту работу дальше, резюмировал Алексей Текслер. Еще один важный итог прошедшего экономического форума. Магнитогорский металлургический комбинат выпустит цифровые финансовые активы компании на платформе Сбера. Соглашение об этом заключили генеральный директор ПАО ММК Павел Шиляев и заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. Об этом сообщает пресс-служба ММК. Стороны договорились вместе внедрять современные технологии управления финансовыми ресурсами и продуктами и повышать операционную эффективность, оптимизируя бизнес-процессы и технологии. Речь также идет о разработке индивидуальных финансовых решений, технологий и условий обслуживания с учетом специфики деятельности комбината. Как отметил Павел Шиляев, ММК одним из первых в отрасли выходит на рынок новых финансовых инструментов, позволяющих диверсифицировать долговой портфель, обеспечить его сбалансированность и устойчивость. Мы считаем это направление перспективным для себя, так как выпуск ЦФА дает уникальную возможность расширения и качественного роста базы инвесторов, привлечения новых кредиторов из числа не только юридических, но и физических лиц. Мы рады подписать соглашение со Сбером в этой сфере и принять участие в развитии рынка цифровых финансовых активов России. В России грядут системные изменения в налоговом кодексе. Минфин внес ряд поправок на рассмотрение в правительство. Они коснутся почти всех видов базовых налогов. Мы попросили эксперта, юриста Евгения Емельянова, оценить предстоящие изменения и их возможные результаты. Евгений, давайте подробнее остановимся на той шкале, которую предлагает Минфин. Да, действительно, шкала прогрессивная, то есть с увеличением уровня доходов увеличивается, соответственно, и налоговая ставка. Такая шкала существует во многих странах и достаточно давно. Некоторые страны применяют прогрессивную шкалу, высшей отметкой которой является, например, 80% налогов. То есть даже такие цифры есть. И по сравнению, конечно, с этой шкалой 25% это ничтожно мало. С другой стороны, любое повышение налогов, ну это получается некий такой минус для тех, кто получает эти денежные средства в качестве оплаты, заработной платы, либо какого-то любого дохода. Потому что эти деньги, с этими деньгами нужно будет попрощаться. Предлагается установить ставку до 2,4 миллиона ставка 13%, свыше 5 миллионов от 2,4 до 5 миллионов ставка 15%, до 20 миллионов ставка 18% и свыше 20 миллионов ставка 25%. Ставка налога 25% на ваш взгляд выглядит разумно? Ну, для предпринимателя любая, значит, повышенная ставка, она выглядит неразумной. То есть здесь, если говорить честно, то в любом случае предприниматели не в большом восторге. Но в меньшем восторге предприниматели были бы, например, в связи с введением дополнительного налога или еще каких-то более сложных схем. То есть просто увеличение ставки, оно, конечно, более разумно, чем, например, введение какого-то дополнительного налога и дополнительной системы, с которой необходимо было бы дополнительно устанавливать какие-то программные обеспечения, которые бы рассчитывали этот налог. Делать какие-то дополнительные изменения в бухгалтерии, значит, настраивать дополнительно какие-то логистические схемы, финансовые схемы, связанные с исчислением новых налогов. Много сейчас обсуждений. Какие вы видите плюсы и минусы вот в этой новой системе? Ну, с одной стороны, увеличение, значит, налоговой ставки, это, конечно же, необходимость государства. То есть экономическое, там, и различного рода обоснования может дать только финансовое управление государственного свойства. Они могут сказать, что есть в этом необходимости или, значит, или ее этой необходимости мало. С позиции, значит, нас как граждан, мы, конечно же, рассчитываем, что, значит, мы дополнительное налоговое бремя будем нести, но вот в разумных пределах. Соответственно, это будет достаточно хорошо. Нам не нужно будет дополнительно что-то рассчитывать, какие-то нововведения не будут создавать на нас дополнительную нагрузку, кроме финансовой, еще и какую-то техническую. В итоге, на ваш взгляд, какова цель этих изменений? Самая главная сложность здесь будет заключаться вот в этой вот упрощенной системе налогообложения для предпринимателей. То есть на сегодняшний момент в России существует одна из самых лучших налоговых ставок, вот эти 6%, которые, в принципе, дают возможность бизнесу приходить в Россию из других стран и осуществлять здесь деятельность, платя вот эти вот безапелляционные 6% с оборота. И, конечно, когда они будут, значит, увеличиваться с помощью, например, расчета какого-то дополнительного НДС на суммы свыше 60 миллионов рублей, то для бизнеса это будет дополнительная нагрузка, несмотря на то, что там НДС обещают вроде как минимальный 5%. Но как его рассчитывать и как его будут платить неплательщики НДС, это, конечно, будет вызывать некие сложности. Но я надеюсь, что все-таки изменение будет таким, что либо все-таки эту ставку оставят в том варианте, в котором она есть, и трогать не будут, либо сделают это так, чтобы плательщики могли в упрощенном порядке, как это и действует, исходя из упрощенной системы налогообложения, оплачивать эти налоги. Ну и что касается самозанятых, как-то их коснется эта система? С самозанятыми ситуация следующая. Уровень дохода самозанятого за год не должен превышать 2,4 миллиона рублей. Но в связи с тем, что у нас некая инфляция, увеличение потребительских цен, соответственно, и эта планка тоже должна быть увеличена, она должна быть индексирована, потому что самозанятые должны иметь возможность зарабатывать больше. При том, что срез самозанятых, которые использовались недобросовестными всякими финансовыми схемами, их практически нет. То есть их уже не используют, потому что налоговые активно отбирают тех, кто участвует в недобросовестных схемах, и удаляют их. И, соответственно, если индексация произойдет такая, то, конечно, было бы здорово, если бы она произошла в рамках этой реформы. Спасибо большое. К другим темам. Жители поселка Западный 1 больше 10 лет добиваются, чтобы их дома подключили к центральному водоснабжению и сделали канализацию. В скважинах, которые есть на участках, только техническая вода. И даже она без специальных фильтров не подходит для бытовых нужд. Некоторым воду приходится очищать от глины. Как жители домов, расположенных в городской черте, оказались отрезанными от благ цивилизации? И есть ли в планах администрации подключение к городским сетям поселка? Расскажем в сюжете. Семья Елены Кучинской употребляет в пищу только бутилированную воду, несмотря на то, что во дворе есть скважина глубиной 90 метров. Пить из неё нельзя. Вода очень жёсткая. Там превышение солей, видимо. По этой же причине в доме постоянно превращается в труху вся сантехника. Смотрите, краном, всё в звёздке, смесить. Вот эти лейки, они никудышные, всё забито. И постоянно мы это покупаем, меняем. Уже просто сил нет. А такая вода идёт из скважин, расположенных на участках соседей Елены. Без фильтров её даже нельзя использовать для технических целей. Эти фильтры были заменены 3 июня. Сегодня на дворе 5 июня. Им ещё жить пару дней, и вода перестанет идти полностью. Нужно будет вытаскивать и менять заново. Это два фильтра из трёх. Простоял он 4 дня. При всём при том, что когда очищаем от глины, это глина, это не питьевая вода. То есть есть анализ, что эту воду пить нельзя. Жёсткость зашкаливает. Грунтовые воды в большом количестве попадают не только в колодцы жителей, но и в систему водоотведения. Елена говорит, кессон давно перестал быть герметичным. Эта вода настолько проедает, что там образуются дырки. И вся грунтовая вода заливается, как водопад. Вот буквально 3 дня назад мы это всё откачали. Но вот ещё дня 3, и отсюда польётся прозрачная вода без запаха даже. То есть вот отсюда она прям польётся. То есть мы вынуждены постоянно качать. 12 кубов стоит 2000 рублей. То есть в месяц нам нужно откачивать 4 раза. 4 раза. То есть вызывать машину. Но это получается 8 тысяч в месяц. Кроме того, посёлок топит грунтовыми водами каждую весну. По словам специалистов, такое количество воды может быть ещё и потому, что западный один, по сути, расположен на болоте. Те скважины, которые мы имеем, они, мало того, что они глубокие, они ещё и небезопасны с точки зрения микрофлоры, с точки зрения тех химических элементов, которые присутствуют в воде. То есть мы неоднократно обращались в администрацию нашего города, к председателю МГСД Морозову Александру Олеговичу, к мэру города Сергею Николаевичу. Мы не можем получить достаточно чёткий и ясный ответ на то, когда у нас будет блага цивилизации в виде воды нормальной, холодной, проверенной, безопасной, в виде канализационных, то есть водоотведения в виде канализации. Отмечу, что на некоторых улицах посёлка, где ещё в 90-е комбинат давал жильё сотрудникам, центральное водоснабжение имеется. Есть ли в планах города проведение питьевого водопровода и канализации в посёлке Западный-1, чтобы обеспечить весь посёлок? За ответом мы обратились в городскую администрацию. Там заверили – работа ведётся. На сегодняшний день существует проект, прошедший госэкспертизу, по закольцовке воды и канализации посёлка Западный-1. Что же касается проведения централизованного водопровода и канализации по всему посёлку, об этом пока говорить рано. Сначала необходимо провести ряд экспертиз. Работа ведётся в первую очередь на сегодняшний день касаемо пока только всего лишь провести гидрогеологические исследования, для того, чтобы понять, на каком уровне у нас на сегодняшний день имеется залегание грунтовых вод, как оно играет в зависимости в межпаводковый период, то есть весна-осень, после зимы. То есть нужно чётко понимать этот уровень, потому что гидрогеология даёт понимание подтопления, гидрогеология даёт понимание при прокладке воды и канализации, не попадём ли мы в слои грунтовых вод. То есть сначала нужно провести какие-то подготовительные исследования, и только потом можно будет заниматься вопросами воды и канализации касаемо посёлка Западный-1. В администрации отметили, сегодня центральное водоснабжение имеется далеко не во всех городских посёлках. На очереди стоят ещё те, что были построены намного раньше Западного-1. Но в связи с ситуацией власти готовы пойти навстречу жителям. Но также добавляют, что процесс этот небыстрый, так что сроки пока назвать не готовы. В Магнитогорске продолжается реализация масштабного проекта по преобразованию городской среды и строительства городского курорта «Притяжение». Инициатором и инвестором выступает председатель Совета директоров ПАО ММК Виктор Рашников. С 2020 года на территории городского курорта были созданы видовой холм высотой 36 метров, искусственное озеро, множество локаций для отдыха и развлечений. В рамках третьей очереди строительства здесь появятся сразу два уникальных объекта. Светомузыкальный фонтан – один из них. На фонтане на данный момент ведутся работы по финальной прокладке электрики, подключению и переходу к тестированию сплинкеров, распылителей. На самом деле это уже финишные работы. Скоро это чудо будет готово. Такого на данный момент в России не существует. Общая площадь фонтана составит почти 3700 квадратных метров. Он будет насчитывать около 1700 струй, более 7000 прожекторов. Фонтан будет олицетворять процесс плавки руды и превращения ее в железо. На объекте уже закончены все инженерные работы. Завершается монтаж насосов и облицовка фонтана гранитом. На финальной стадии – монтаж технологического оборудования. Еще один объект строительства на третьей очереди притяжения – это арт-квартал, который располагается на прилегающей к фонтанному комплексу территории. В будущем он будет представлять из себя небольшой микрорайон из модульных зданий. В его основе арендопригодные помещения для самых разных индустрий. В этом году будет запущена в строй первая из трех очередей арт-квартала. Это проект будущего арт-квартала. Таковым он предстанет перед магнитогорцами уже 6 июля. Не менее масштабная стройка ведется чуть левее от объектов третьей очереди. Здесь буквально на глазах вырастает детский парк развлечений. Он будет сдан в 2025 году. Однако уже сейчас приобретет свои основные очертания. Сейчас находимся в центральной части, в центральной входной группе. Отсюда как раз весь доступ на все локации детского центра. Их здесь всего 6, помимо центральной части. К работам приступили в ноябре месяце. На текущий момент выполнено порядка 87% бетона. В голых цифрах это порядка 6000 кубов ложного бетона. Выполнено порядка 1070 тонн металлоконструкции. Статус готовности 87%. Впервые побывать на его территории юные исследователи и экспериментаторы смогут через год. А фонтан и арт-квартал будут открыты для посетителей этим летом. И станут настоящим подарком нашим жителям ко дню Металлурга. Мошенники не смогут больше взять кредит, воспользовавшись данными другого человека на госуслугах. Изменение процедуры оформления займов в микрофинансовых организациях анонсировал глава Минцифры Максут Шадаев. По словам министра, сейчас через госуслуги можно подать документы на получение кредита, указав реквизиты банковской карты другого человека. Таким образом, получая обманным путем доступ к личным кабинетам людей, мошенники воруют их деньги. Максим Шадаев заверил, что эту опцию закроют. Получить кредит сможет только тот человек, кто обратился лично. Когда нововведение начнет действовать, пока не сообщается. В законодательном собрании Челябинской области состоялось награждение победителей конкурса социальных достижений «Меняющий мир». Магнитогорский металлургический комбинат одержал победу в номинации «Почетный благотворитель». Конкурс проводится уже более 20 лет. Традиционно в нем участвуют организации, реализующие социальные и благотворительные проекты в Челябинской области. ММК – социально ответственная компания, которая только в прошлом году направила на поддержку сотрудников и их семей, а также развитие территории присутствия свыше 3 миллиардов 400 миллионов рублей. Благотворительный фонд «Металлург» назван в числе лучших в номинации «Благотворительная и добровольческая деятельность некоммерческих организаций». В Политехническом колледже прошла встреча студентов с трудовой династией Рогозиных. Вот уже третье поколение представителей этой большой семьи работают на Магнитогорском металлургическом комбинате. На встрече с молодежью гости рассказали о своей профессии, а также о том, почему рабочие специальности – это престижно и актуально в любые времена. Встречи молодежи с трудовыми династиями комбината – это новый проект социально-профессиональной адаптации обучающихся, разработанный Политехническим колледжем совместно с Управлением кадров и группой компаний ПАО ММК. Цикл мероприятий проходит в рамках Года семьи, объявленного президентом России в 2024 году и охватывает учащихся различных отделений и специальностей. Задача, которую мы по большому счету ставим в рамках данных встреч – это прежде всего популяризация профессий. Второй момент – это социальная адаптация обучающихся в профессиональной деятельности. Многие ребята, выбирая учебное заведение либо профессию, делают выбор неосознанно. А осознанность к ним приходит на выпуски, когда они понимают, что выборная профессиональная траектория не совсем их устраивает. Поэтому в рамках данных встреч мы пытаемся скорректировать наших обучающихся и предоставить возможность познакомиться более тесно, более в интересном формате с теми трудовыми династиями и представительством, которые существуют у нас на предприятии. На этот раз в гости к ребятам пришли представители трудовой династии Рогозиных. Глава этой большой семьи Марина Рогозина – потомственный металлург на Магнитогорском металлургическом комбинате. Работали ее отец, мать и брат. Сама Марина Георгиевна пришла на предприятие в 1985 году. Сейчас работает в механоремонтном комплексе. Здесь же работает фрезеровщиком муж Марины Рогозиной Виктор. По стопам матери и отца пошли и двое ее детей. Представители династии рассказали студентам, что для них стены комбината давно стали вторым домом. Самое главное, что дал им комбинат, говорит Марина Георгиевна, это возможность реализоваться в профессии, а также востребованность и стабильность. Главный приз – поездка в Москву и экскурсия по Государственной Думе. Общественная молодежная палата при городском собрании депутатов выступила с инициативой организовать на платформе ВКонтакте конкурс видеоклипов, посвященный 95-летнему юбилею Магнитогорска. На этой неделе состоялось первое заседание Оргкомитета, где обсудили форматы работы, регламент, оценочные критерии и состав жюри. Конкурс с патронируем депутат Госдумы Виталий Бахметьев и координатор женского движения «Единая Россия» депутат городского собрания Светлана Новикова. К участию в конкурсе приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 18 лет. Прием работ идет до 31 августа. С 3 по 5 сентября работы будут оцениваться. Поездка победителей в столицу запланирована на октябрь. Я очень надеюсь, что наша драгоценная молодежь откликнется, особенно в период летних каникул, потому что это действительно интересно. Очень большое количество талантливой молодежи. И наша задача, и цель этого проекта – именно показать им возможность, доступность и подставить свое плечо, чтобы они пошли в этом направлении. А тем более, когда речь идет о детях нашего родного города Магнитогорска. Предполагается, что участники будут работать в составе команд по 3 человека максимум. Тематика роликов может быть самой разнообразной. Главное, чтобы укладывалось в обозначенную концепцию. Я выбираю Магнитогорск, я выбираю Россию. Это была программа «Деловая неделя». До встречи на телеканале ТВИН. Редактор субтитров А.Семкин